Ииии всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик, как всегда по игровой тематике, которую вам нравится, да, которая заходит у нас в последнее время, сегодняшний выбор мой пал на хорната страйкер с ураном, бустер плюс тяжелый хорек, это наверное определенный тест вооружения, да, насколько он там сейчас в мете находится, все же нормально со страйкером, нагибает он или не нагибает, я решил изначально выложиться на максимум, скатать каточки, дабы не отвлекаться наверное и показать вообще максимум хорната страйкера в матчмейкинге на данный период времени, а сейчас просто уже сижу и анализирую то, что у нас получилось вместе с вами на данном замечательном видеоролике. Хорната страйкер меня, если честно, порадовал, если сразу так вот вам конкретно сказать, это то вооружение, которое в последнее время я вообще крайне редко использовал, даже можно сказать про него забыл после того, как его занерфили и не обращал на него достаточного внимания, ну и думал, что он как бы уже не особо в моде, не особо тащит, смысла его опять же юзать практически нету, да, и как-то забил, да, на него. Но мне что-то вдруг в голову стрельнуло, я что-то играл там на хорната рельсе, играл там на жиге, и что-то я подумал, а почему бы не попробовать, почему не вспомнить про тот самый страйкер, на котором я раньше проводил довольно большое количество времени, играл там на нем постоянно, мне реально нравилось на нем раскатывать. Я решил зайти в каточки, покатать, и был, конечно же, крайне рад тому, что страйкер до сих пор в балансе, до сих пор на нем комфортно играть. До сих пор на нем имеется тот самый большой, огромнейший сплэш урон, которого, как по мне, ну не на таком большом количестве пушек вообще, ну он есть, да, то есть если там не сравнивать гром, если не смотреть там на гаусс со сводкой, то по сути у нас нет таких пушек, которые могут реально жестко сплэшить. Но, 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 у меня сложилось тоже небольшое впечатление, то, что страйкер сейчас не столь уж жестко сплэшит, не знаю почему, то ли я зазнался и думаю, что моя пушка там должна сплэшом в районе там где-то пол танка наносить максимальный урон, то ли реально немного пофиксили страйкер в сплэше и он сейчас сплэшует меньше, я, конечно, не эксперт, но если вы, например, играете сейчас на страйкере на постоянной основе, да, и все это время играли, да, и следили за ним, то напишите вообще по этому поводу, возможно вы знаете там, меняли сплэш, не меняли сплэш, именно по ощущениям. Понятное дело, что как бы никакого обновления не выходило, но бывают скрытые именно изменения, о которых никто нигде не пишет, но они производятся и я об этом точно знаю, поэтому мне вот кажется, что что-то скрытое произошло и сплэш урон на страйкере все-таки немного пофиксили, хотя может быть это всего лишь иллюзия, это все только мне кажется, потому что видос был записан на именно html и возможно там из-за клиента там что-то поменялось и поэтому оно как-то по-другому ощущается, может быть и именно с этим есть какая-то определенная связь, а на самом деле страйкер нагибает и им будет. Резистов от него в матчмейкинге на данный период времени встретить можно крайне редко, да, и то даже вот, например, по этой катке здесь было 0 резистов, потом один противник его одел, потому что получал довольно большое количество урона от этого страйкера. С ДДшки по танку, который находится без ДА, страйкер наносит 5400, если я не ошибаюсь, с ДАшки там условно 2700 с бустером за выстрел, ну и по сути, если в эти тайминги, когда вы прожимаете бустер, находите танки, которые там стоят рядом с друг другом, можно просто ваншот и сплэшить, плюс это хорек и в общем и целом, если вы на страйкере реально комфортно и грамотно умеете играть, то можно зарабатывать реально большое количество опыта. Ну и понятное дело, что страйкер это, наверное, не одна из самых легких пушек, не каждый сможет на ней максимально четко и грамотно играть, ну и если тебя будет там фокусить как-то, больше на тебя внимания обращать, мешать тебе, там еще что-то делать, то возможно у вас будут какие-то определенные проблемы и не будет как-то комфортно вам играть и будете сталкиваться с какими-то определенными проблемами. Но если у вас простая, обычная матчмейкинговая катка, где играют средние игроки, никто вам по сути там не мешает, то страйкер это одна из тех пушек, которую на данный период времени можно также эффективно и четко использовать и реализовывать. И если уж у меня в этой катке, в TDM, которую я вот сейчас прямо вы видите катаю, не все так идеально зашло, да, там где-то мне чуть-чуть мешали, где-то чуть респили, да, понятное дело, там первое место есть, но мы, конечно же, смотрим на победу, да, то есть победой в этой катке уже как бы она утекает 15 отрыв по киллам, противник уже как бы нагибает у них все прекрасно, то в следующей катке вы посмотрите на то, что творит этот страйкер и реально мне очень сильно понравилось и я даже в последнее время на стримах начал уже играть опять на этом страйкере, потому что он реально крут, он реально крут и если бы ему еще вернули те самые ракеточки, 4 в залпе, да, которые у нас были раньше, то страйкер бы зажил новой жизнью и опять же был той самой интересной пушкой, которая мне приносила довольно большое количество положительных эмоций и желания играть на ней, то есть сейчас я, конечно, вспоминаю про него, да, в последнее время вспомнил, да, и начал катать и мне реально кайфово на нем катать, потому что если ты к нему привыкаешь и знаешь как там четко летит ракета и как тебе правильно грамотно на нем играть, то на средних и маленьких картах на этом страйкере можно формить довольно приятно и жестко, да, если там большая карта, вам надо стрелять на длинные расстояния, то понятное дело, что не будет уже такого прям максимального комфорта и у вас могут уже какие-то происходить моменты, где вы не будете дотаскивать, да, вы будете там мазать, вам будет там сбивать траекторию, мешать, еще что-то делать, да, вы не сможете максимально там реализовать свое вооружение. Окей, если эта карта средняя, маленькая, там такие как Сандал, Песок, Плато, там Александров, даже тот же, да, это как бы средняя карта, то там страйкер можно, ну, прям максимально четко использовать, если еще большое количество есть стеночек, домиков, которые можно сплэшить, это тоже только в плюс, только в плюс страйкеру, все-таки, ну, там, если вдруг вы так же в упоре там стреляете, ну, возьмите резист себе от страйкера, будет вообще просто по кайфу, я моментами задумывался, да, об этом, где-то на стриме даже брал резист от страйкера, когда там по себе сплэш урон довольно жесткий проходил, но когда, по сути, там сплэша особо нету, да, ну, там, либо двадцаточка, либо вообще без реза страйкера, и все, и кайф, но вообще можно рез от страйкера взять, ехать где-то в упор, просто там, знаете, накидываешь с бустером эти уроны по пятерочке красивые, и даже не думаешь о том, что там где-то у тебя что-то может не залететь, ну, и понятное дело, что с харьком, как бы, с овердрайвом его моментами страйкер начинает ваншотить в тех ситуациях, в которых он, по сути, не должен ваншотать, ну, и вы, соответственно, зарабатываете дополнительные киллы. Вот и тут каточка у нас Александровск, ЦП, я считаю, что для страйкера более комфортно играть именно в этом режиме, да, регби не совсем грамотно подходит в связи с тем, что если ты едешь ставить мечи там, да, то тебе надо постоянно сближаться с противником, там можешь нанести сплэшем уроны по себе, сомничтожиться, там, еще что-то, а вот ЦП-шечка, это реально тот режим, где и противник более кучкуется, да, где также, может, там, в штурме за атаку тоже кучкуется, можно там пофармить, но ЦП мне нравится больше, да, то есть она более грамотно и более как-то эффективно и качественно подходит, и если бы я выбирал, да, из всех режимов, то я выбирал бы именно ЦП. И здесь, в катке на Александровске, как я сказал, на средней карте, получилось реализовать практически максимум, практически максимум, и залетали и почти все страйкеры, и противник кучковался, и овердрайвы юзались прям по красоточке, и катку выигрывали, то есть, ну, максимально все эффективно, и вы видите, что сейчас прошло полторы минуты, у меня уже 165 очков, 6 киллов уже есть, и для страйкера, если ты даешь 30-ку за катку, это очень хороший результат, вот реально очень хороший результат, и чаще всего вместе с этой 30-кой у вас еще дополнительно большое количество киллов, именно, вернее, не киллов, а противников, по которым вы наносили урон, то есть, соответственно, за всех, которых вы наносили, вы дополнительно еще по 5 очков зафармили, то есть, в сумме, за все эти сплэш-выстрелы, вы получите больше, чем, например, с той же рельсы, да, то есть, там, где вы будете там стрелять по одному противню, потом по другому, там, ну, сквозные не так часто залетают, как сплэш-урон, просто сквозные попадать потяжелее, чем, например, выдать страйкеры, там будет стоять 2 рядом танка, и вы по этим 2 рядом танкам стоящим, да, например, одного следили, другого задамажили, потом его добили, и вы получили за него также дополнительно опыт, то есть, в этом плане есть определенный плюс сплэш-пушек, за которые вы дополнительно еще фармите кри, и этим мне очень сильно нравится страйкер, потому что еще и, как бы, этот сплэш-урон не маленький, да, то есть, если, например, у Гауса без сводки он маленький сплэш-урон, да, там, у Грома он тоже такой какой-то среднячковый, то на страйкере, по крайней мере, раньше, да, потому что сейчас у меня есть подозрение, что есть какой-то фикс, был на страйкере, ну, просто нереально жесткий сплэш-урон, мне безумно было комфортно играть на этой пушке, там, и от стенок стрелять, и еще куда-то, сейчас у меня есть небольшое такое сомнение какое-то, что есть небольшой фикс сплэш-урона на страйкере, но, по сути, все равно там страйкер довольно комфортно играбелен, и тому, вот, как бы, показатель этой катки, где уже остается вот-вот-вот такие выстрелы, да, залетают, то есть, копты, ДДшечка, бустерочек, один выстрел, три танка нарез, сделаете такое на Магнуме? Не сделаете сейчас такого на Магнуме, потому что сплэш-урон на Магнуме значительно меньше, и если здесь проходит максималка, или, там, если по тому танку, который у вас летит, ракета летит, например, 100% урона, то по рядом стоящим, там, прилетело процентов 97-98, да, то стрельнете вы на Магнуме, прилетит по одному 100%, да, по которому вы попадете, по другим рядом стоящим, там, уже, условно, 50%, да, то есть, такого сплэш-урона нет ни у одной другой пушки, ну, за исключением, наверное, Грома, он там тоже очень неплохой, но на страйкере все-таки мне больше нравится то, что можно сделать, то, что можно показать. Понятное дело, что на Громе попасть будет противнику-то попроще, но за счет этого самого сплэш-урона и за счет того, что ваш выстрел наносит больше урона на страйкере, нежели выстрелы на Громе, страйкер себя, как бы, и окупает, и оправдывает, и уже за счет этого вы, как бы, на нем и даете те дополнительные киллы и нагибаете. Поэтому, как-то так, катка близится уже к своему логическому завершению, остается 2 минуты до конца, мы здесь довольно комфортно ведем, киллы прям, ну, просто летят как по маслу. Мне настолько понравился этот бой, я давно не ощущал таких хороших, позитивных эмоций, да, когда ты играешь реально на пушке, которая, ну, дамажит, ну, просто будь здоров, просто будь здоров дамажит пушка. И когда ты вот даже на ДДшке так спокойно, комфортно стоишь, кидаешь эти ракеточки по 2000, по 2700, с бустерочком, с овердрайвом 5400, да, то есть тяж, любой час, тяж это ваншот, это просто ваншотный танк. И если эти тяжи стоят, например, в куполе, и вы респуетесь, прожимаете ДД, прожимаете овердрайв, это все ваншот. Поэтому вопросов о том, имбует ли страйкер с ураном, я думаю, что, ну, вообще не должно быть. Кто говорит, что страйкер не имба, шляпа и все такое, то, скорее всего, вы просто либо не играли на нем, а если играли, то играли довольно маленькое количество времени, и вам просто пушка некомфортна сама, да, то есть вы не привыкли к нему, она не подходит каждому определенно, да, то есть на ней надо уметь играть, это не взять в руки жигу там условную, да, и просто дуть баллон и ехать вперед или там твинцом или еще что-то, хотя, ну, как бы и даже на жиге и на твинце нужно тоже уметь играть, но просто там немножко это проще, да, то есть с моментами, да, там попадать и все такое, и на страйкере-то это все, конечно же, тяжелее, и поэтому кому-то он просто некомфортен, но если судить по этой катке, то уже остается 24 секунды до конца, у меня уже больше, если я не ошибаюсь, тут 30 килов в катке, и это просто реально отличнейший показатель для той самой пушки, которую многие забыли и о которой многие говорят, что она там не имба, она не тянет, она не нагибает. Вот вам пушка, которая за бой дала 40 килов. 40 на 10. 770 очков. Это очень хороший показатель и не такое большое количество вооружений может дать такой вот результат. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, если вы ждете и вам заходят видосы игрового формата, и вы хотите, чтобы они выходили чаще, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком, подписочкой на канал, если еще не подписаны, также участвуйте в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, итоги которого будет уже совсем-совсем скоро, и пишите те вооружения, которые вы хотите видеть в следующих видеороликах. Набирайте, возможно, там, если видите какой-то интересный для себя комментарий, может быть, там лайки набирайте под ним, и я также буду обращать на них внимание, если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях, я на них вам обязательно отвечу. С вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.